Всем привет! Рада вас видеть на своем канале. Сегодня я вам расскажу про новинки, какие у меня есть и как с этими новинками работать. У меня появились новинки от компании Синарт. Это бархатные пигменты, они очень красивые от 100 до 113, но они как красивые, так они тяжелые. Ими очень сложно работать. Если вы начинающий мастер, то вам нужно немножко потренироваться перед тем, как работать сразу на клиенте, чтобы у вас не было вау-эффекта. Пигмент очень красиво раскрывает себя, он такой бархатный-бархатный становится, прям очень красивый получается такой. Я работаю кремовыми тенями вниз. Я не тонировала ни лицо, ни века, потому что когда я буду наносить тени, у меня достаточно они сложные под цветовой гамме. И чтобы мне легко было убрать, поэтому я и не тонировала. Я вам покажу такой способ работы шеворот-навыворот. Картина маслом. А тени я наносила Элисфаз, сейчас я Чуджи Армани тени 11 номер наношу. Кремовые тени, мне они, кстати, очень нравятся. Такие прозрачные. И перламутровые. И знаете, здесь получается 65 миллилитров или 6, до 10 миллилитров. То есть за эту сумму это очень-очень даже доступные тени. Так, я сделала вот это, как купол. Сейчас я его буду закреплять, и потом я уже делать буду внешний угол. Сейчас я буду наносить тени. Пигменты, вернее, Синарт. Они очень похожи на хвост павли. Я наношу белочкой, чтобы было прозрачное покрытие мягкое. И за счет этого у меня хорошо так и мягко края стушевываются. Дальше я беру тоже пигмент Синарт 20. И уже более плотной кисточкой наношу внутреннюю зону. Соболем я набиваю. За счет того, что вот этот 20 цвет, 20 номер, он немножко как хамелеон, я могу спокойно стушевать. Сейчас я буду работать карандашной техникой. То есть я вот эту линию выстраиваю параллельно брови. У меня не будет такого, что многие визажисты выстраивают вот эту линию чуть-чуть как бы наверх. То есть я протягиваю глаза, и у меня за счет этого мое лицо не становится маленьким. То есть большим, а глазам они пусинки. Это очень важно, потому что многие как-то вытягивают эту линию немножко наверх, то получаются такие поросячьи немножко глазки. И чтобы этого не было, выстраиваете вот эту вот линию параллельно вот этой вот части брови. И я беру второй карандаш. Это гелевый карандаш, он такой бордовый. То есть вы можете использовать стойкий карандаш той фирмы, которая у вас есть. И у меня за счет того, что здесь такая глубина получается, а здесь плавный переход, за счет того, что разные по текстуре карандаши идут. Этих карандашей еще пока нет в продаже, поэтому, к сожалению, я вам не могу сказать, где их купить, когда они будут в продаже. И что? Усенарт. Тогда вы их сможете купить. Вы видите, да, они так как бы чуть-чуть у меня немножко осыпаются. Теперь я аккуратненько вот здесь вот переход делаю бордовыми тенями. Ательер палитра номер 10. Вот этот цвет. Это ательер палитра номер 10. Так аккуратненько делаю переход. Теперь я прорабатываю низ. Растушевываю края, не забываю. Это очень важно. Не бойтесь хорошенько так снизу подтушевать. Я опять беру Джорджи Армани, 11 номер, края, им стушевываю. Теперь я опять беру тени, вверх, и закрепляю. Они, видите, немножко все равно подсыпаются. То есть есть такие сложные цвета, которые достаточно сложно нанести. Я наношу тональный крем-спонжиком. Я его, кстати, сейчас не мочила, потому что мне нужно более плотное покрытие. А там, где у вас тени, да, уже есть. То есть нужно аккуратненько, аккуратненько соединить границу. То есть я эту границу наносила светлыми тенями. Джорджи Армани я вам говорила. И вот я как раз благодаря вот этой Джорджи Армани я соединю. То есть у вас какие-то должны быть тени, переходящие, которые вы знаете, что вы их будете втушевывать в тональный крем. Так, я сейчас пудрю, пудрой Сенарт, вверх. У меня в модели сухая кожа. Слышишь, ты что такая дерзкая, а? И если бы это была обычная пудра, то у меня бы вот эта зона сразу собралась и подчеркнулась шелушение. Сейчас я в уголочке наношу черный цвет. Аккуратненько работайте черным цветом, потому что он сыпется. Брови я делаю карандашком Сенарт. У меня в модели свои хорошие брови. Я немножко их ярче сделаю, совсем чуть-чуть, не особо сильно. Чтобы не было такого, что одни брови не акцент на макияж. Так, делаю скуловую коррекцию. Легкая у меня скуловая коррекция. Делаю ламазка. Пока у меня столько осталось на рынке. И ламазка скуловая коррекция. Все остальные что-то с рыжим идут оттенком. Я люблю, когда идет чисто серый. Так, губы. Губы я делаю лип-лайнером Сенарт бежевого цвета. Такие нежные. Это стойкий карандаш-помада. То есть у меня идут акцент на глаза. А губы я сделаю нежные. Лип-лайнер, он идет в одном цвете. И вот этим. Let's go straight Все, мой макет завершен. Я надеюсь, что я доступно и понятно рассказала и показала. Если вдруг у тебя возникли вопросы, ты пиши их в комментариях. Мне очень важно, и на самом деле мне очень приятно, когда вы пишете, вы даете вопросы. Я тогда с вами переписываюсь, это я пишу вам. Если тебе понравился этот макияж, ставь лайк, не забывай подписываться на канал. И помните, я за вами слежу, а ты за мной слежешь?